Углеводы во время тренировки Если человек их вырабатывает, однозначно да То есть в принципе зачастую многие профессиональные спортсмены, культуристы Почти 70% рациона углеводов привязывают к тренировочному процессу До, во время и после А то, что вечером можно съесть? Да, можно съесть вечером Но, знаете, вы сможете инстаграмы, там почти все звезды встарамы будут жрут бургеры и так далее Делать это редко и правда раз в месяц И метко, да И раз в месяц можно и вечером, и пути в год, и любое количество, но бывает очень Правда и просушивать, и можно киевский торт сожрать там или любой другой Прагу, например, да, как название клуба, где мы находимся местом Потому что на тренировке очень круто работают, но их надо вырабатывать, однозначно То есть любой продукт, который применяется, должен вырабатываться Потому что это чистая энергия, да, вот амилопектин, да, в чем его плюс? Нет тяжести в животе, да, есть еще один продукт, только лучше, цикл декстрит 12-го типа, он прям еще круче, но его днем с этим не сыщешь Просто банально Амилут в России только мы делаем А схода в мире, я могу вспомнить, только сейчас продажи Майпротеин амилопектин, них спецификация один в один, как у нас По-моему, фирс у компании сам Ну там картофельный амилопектин, у него ниже содержание У нас около 94% это у Аксимайз сорт кукурузы, откуда он используется У САМА это картофель У Майпротеин это тоже Аксимайз Он так называется даже продукт сам непосредственно Восковая кукуруза, если по-русски перевести Этот крахмал, он очень легко усваивается У него очень низкий инсулиновый индекс И получается, во время тренинга почти все мы успеваем обратно На энергию, на литоген и больше эффективнее работать Ну то есть мы понимаем, если мы это пьем, если мы сейчас не мешали себе амилы Вот Саши, у нас там цитрулин, который обладает в одном из молочную пистолю вводить У нас выносливости больше автомата Попробуйте банальный цитрулин, казалось бы Вот просто 3 грамма цитрулина и тренировка пройдет по-другому Просто будет казаться, а почему я не устал? У тебя будет запас там плюс 3-4 подхода, грубо говоря, на тренинг Вы ставитесь быстрее, мощность, фотота быстрее выходит Кровоснабжение лучше Но этот котель предтренировочный, который можно ставить самому Креатин приобрести, цитрулин туда, ладамилы насыпать Еще, чтобы Саша Его нужно выработать, однозначно Но это будет эффективно И качество тренинга увеличится И после него дальше продолжение Тяжелее тренировался? Тебе придется теперь еще лучше отдохнуть Возможно, теперь провести нужны будут процедуры по восстановлению Может быть 5 минут сауны, не горячей До 80 градусов выше, вредно, опасно Это традиция в России, кто первый умрет в сауне Так нельзя, есть нормы По сухой, влажной и турецкой фарной Возможно, нужны будут массажи и так далее Более тяжелый тренинг, он предполагает дальше более серьезное восстановление Более серьезное отношение к режиму сна Потому что вы тяжелее тренируетесь И может, на счете выкачаться активнее, а милый Режим жизни не перестроили И скорее в первую стадию перетрена уйдем Ну, идем опять системно, да, получается? Если у вас вообще углеводы, но ненормированная калорийность на день Да, скажем, вы идете лещенькой, скажем, на снижение калорийности За счет углеводов Догруз должен быть Должен быть разгруз и догруз День догруза, день разгруза есть Соответственно, как бы Тут вопрос того, что оставаться без белка на целый день Ну, для меня, на самом деле, не ежедневный, как бы, прием белка Для меня существует некоторая фаза белка Скажем так Вот мы начали, пришли в зал заниматься Неважно, мы просто начали набирать форму Проходит первое месяце И первые килограммы летят в тот момент, когда мы начинаем, стартуем Кто-то набирает десяточку, кто-то набирает три килограмма Ну, не суть, то есть, в зависимости от организма Когда мы начинаем строить дом, да, из кирпичиков Ну, то есть, из белка Его надо много И когда мы начинаем зал ходить, его надо много Когда мы прибавили основной вес, первичный, да, скажем, в десяточку Килограмм домик, мы уже построили, там все белки насинтезировались И мы просто снижаем его концентрацию в арционе Не то, чтобы просто начинаем его им туда-сюда варьировать Просто его снижаем И добавляем уже больше непосредственно, скажем Не хватает нам гликогена Наши мышцы наросли, они стали очень сильные Но не хватает выносливости или энергообеспечения Мы добавляем углерода уже тогда, да Снижаем чуть-чуть белок в эту фазу И прямиком уже тренируемся дальше Чередование, оно имеет место быть И оно должно быть при потере веса, да Оно как бы разумно В один день ты съел меньше, то разбрузился, ну и, соответственно, приняло дополнительную какую-то физическую нагрузку, скажем, не такую активную А есть день загрузки, да, полностью углеводов, когда нужно их подпитать и организм, собственно, пополнить ресурсами Чередование самое оптимальное Хорошо подходит Особенно кто сушился, всегда прекрасно понимает Есть избыток лишнего жира, да Мы сели на диету Сидим первую, вторую неделю, блин, тяжело Ну и тяжело, что-то мимо пролетает дополнительно с этой диеты Одной не хватает на две диеты Но через две недели происходит облегчение И лук, мы стали по три, лучше, и нам диеты хватает, а еще потому, что стали сильнее Вот этот процесс основной, это запуск метаболизма жиров И, соответственно, на тренировке, когда у нас гликоген даже заканчивается А в организме сначала окисляет только гликоген Если у нас жировой метаболизм раскручивается на тренировочном процессе, да и вообще в организме на отлично Вы будете утилизировать жиры Скажем так, даже в целом, если разобрать простую ситуацию Мы за кем-то охотимся и день, два Мужчина не ел, я не знаю, голодает, сидит в засаде У нас будет окисляться, он будет голодать Адаптация режима такова Он будет голодать, закончится частично гликоген И действительно жиры не смогут окисляться постоянно Пойдет в расход белок Но какой белок в расход пойдет? Пойдет в белки крови Ничего Все слышали, наверное, такие белки крови, как Глобулин, связывающий половые гормоны Многие говорят, что у спортсменов Вот тест большой, гормоны количество большое Поэтому он такой активный А на самом деле нет У обычного спортсмена, как у обычного человека Одинаковый уровень тестерона Но чувствительность гормона совершенно разная И в первую очередь, когда мы голодаем У нас окисляются белки крови, высвобождают наши гормоны И мужчина, даже в первые дни голодовки, может стать сильнее И это адаптивный, совершенно нормальный процесс Который должен иметь место Если мы поняли, что вообще безживую Сами входят как энергетические Могут окисляться белки, допустим, энергетические Жиры или энергетические Они имеют свою калорийность Углеводы с белками примерно разную Нормально, сколько калорий Жиры больше Но вопрос в том, что это еще и структурные продукты И из белков, когда мы потребляем белки Мы же все думаем, что мышцы идут На самом деле, они расходуются и на ферменты И так далее Сделаем проще, к примеру Взяли два человека по 70 килограмм И сделали профицит калорий Ну просто один пытается белком Преущен, а другой он приводит к жирам Если они будут оба в профиците Допустим, тот, кто будет сидеть на белке Он не приобретет столько жировой массы Скажем, нежели чем другое на жирах и углеводах Но будет как бы эффект немножко другой На белках, соответственно, идет очень сильная интоксикация Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Добавил субтитры сделал DimaTorzok